Вас всех кратко ввели в курс дела, так что отвечу сразу на первый вопрос. Да, это правда. Каждое слово, чёрт возьми. Мистер Президент, эти создания хотят, чтобы мы полностью отказались от государственного суверенитета. Если мы откажемся, они предложат СССР. Русские уже обошли нас в космосе, и эта сделка поможет нам наверстать. Но какой ценой? Мистер Президент, Субъект 1 покинул охраняемую зону. Где она? Всем убрать оружие. Сохраняйте спокойствие. Чувствую, как вы сомневаетесь. Как вы сопротивляетесь. Эта коробка сделана из металла, поглощающего радиацию. Предметы, сделанные из него, невозможно отследить на радарах. Эти волокна используют свет для хранения данных. Скорость любого устройства с ними будет увеличена втрое. Это чудо. Нет. Это зло. Вы не видите, что нас искушают? Это наши сорок дней в пустыне. Кто-то должен встать и сказать, «Изыйди, сатана!» Адмирал Нерс! О, Господи! Наш мир вымирает. Если мы не найдем способ жить в вашем, мы исчезнем. Будь вы на моем месте, вы бы не попытались спасти свой народ. Да. Наверное, попытался бы. Но почему бы вам просто не присоединиться? Мы дружелюбная страна. Зачем вам похищать людей? Потому что Земля заражена. Здесь есть токсины и вирусы, к которым мы не приспособлены. Мы должны создать что-то лучшее. Пол у человека – пол у нас. Поэтому нам нужны люди, чтобы завершить работу. Долго ждать ответа мы не будем. Субъект, который мы взяли для теста, уже исчерпан. Время уходит. Как наши, так и ваши. Субъект, который мы взяли для теста, уже исчерпан. И подвигайте рукой, чтобы поставить подпись. Я знаю, как это делается. Я обрекаю тысячи американцев на мучения. И ради чего? Ради каких-то там технологий? Вы хотите, чтобы эти какие-то технологии достались Советскому Союзу? Вот же идиот! Это бессмыслица. Вы можете взять, что хотите. Мы все равно не сможем помешать. Зачем вам подпись? Если вы начнете отрекаться от нашего соглашения, тогда мы покажем народу вашу подпись. Это шантаж. Я отказываюсь предавать страну. Если не ради помощи вашему же народу, то сделайте это ради своей жалкой жены. Берите чернила и ставьте подпись, иначе вы проведете остаток дней, отмывая стену от ее мозгов. Сэр! Сэр! Отпустите ее, сволочи. Отпустите, я сказал! Мистер Президент, вы, должно быть, заждались. Меня зовут Вэллиант Тор. Считайте меня связным. Я здесь, чтобы контролировать дела на местах, следить за процессом нашей работы. Это вы про похищение тех американцев? Какой? Работа. По созданию нового вида. Не человека, но и не нас, способного выжить в этом мире. Давайте я лучше вам все покажу. Господи Иисусе. Пора приступить к делу. Мы обещали вам технологии, и сегодня мы исполним свое обещание. И что это, черт побери? Это будущее. Попробуйте прикоснуться к нему. Он не укусит. Да это же просто телевизор. Это намного лучше. Это компьютер, который умещается на ладошке. При этом он мощнее, чем ваше ЭВМ-7090, что занимает целую комнату в Пентагоне. Но это невозможно. Однажды эти устройства позволят вашим людям всегда быть на связи, и тогда воцарится мир и гармония. Так выглядит будущее, господа. Вам это нужно? Или нет? Я просто хочу знать, правда ли это. Разве я не заслуживаю? В 12 ровно родился первый успешный гибрид. 60 лет тяжелой работы наконец окупились. И что теперь? Теперь мы произведем на свет столько особей, сколько сможем. Как можно быстрее. Понадобится клонировать матку. Один человек не сможет произвести достаточно гибридов, чтобы населить мир. Населить? Но этот мир уже населен. Я думала, ваша цель не исчезнуть. И лучший способ добиться этого – забрать мир себе. Мир без людей. Без людей? Если бы у тебя был прекрасный розовый сад, а садовник позволил бы завять всем твоим розам, что бы ты с ним сделала? Уволила бы. Земля – это сад. Человечество – садовник. Мы вас увольняем. И что с нами будет? То есть с ними? Не волнуйся. Некоторых людей, включая тебя, мы пощадим за все, что вы сделали для нашего рода. Ты чувствуешь себя предателем своего рода. Я понимаю, но не стоит так чувствовать. История пишется победителями. Тебя запомнят, как одного из немногих хороших людей, которые понимали недостатки своего рода, которые видели будущее. И его запомнят. Два спасителя планеты Земля. Он бы этого не хотел. Он был прав насчет вас. Он пытался предупредить меня, что доверять вам нельзя. Если тебе станет легче, ничего бы не изменилось, если бы ты ему поверила. Все было бы так же. Он сказал, что есть другая раса. Другая группа пришельцев. Вроде рептилий. Да. Он и здесь был прав. Их вы тоже уничтожите. Я сказал, что мы не можем разделить эту планету с людьми. Но с ними можем. Они холодные, отталкивающие, но у них есть качества, которые мы уважаем, и технологии, которые нужны нам. У вашего вида этого нет. Продолжение следует...